Рожденный от богатых родителей купеческого звания в Северном Переяславле, Дмитрий в юности обучен был чтению книг. Но с юности уже не чувствовал склонности к занятиям отца своего. Постриженный выночество в Нагорном Борисоглебском монастыре, жизнью чистую, равноангельскую, снискал он себе любовь, братья. Ревнуя об умножении славы Божией, основал на берегу Переяславского озера Николаевский монастырь с правилами строгого общежития. Игумен новой обители скоро собрал себе много учеников, благоговейно внимавших наставлениями его. Друзья Божии любят друг друга. Преподобный Дмитрий в первый раз познакомился с великим пустынником преподобным Сергием Радонежским, конечно, тогда, как преподобный Сергий приходил в Переяславль просить игумена для своей обители. И сколько ни отказывался, посвящен был сам в игумена блаженным епископом Афанасием. Это было в 1354 году. С того времени преподобный Дмитрий часто ходил к преподобному Сергию для духовных бесед и возвращался с одушевлением на новые подвиги. Слух о высокой жизни преподобного Дмитрия дошел до великого князя Дмитрия, и он пригласил преподобного к себе, чтобы был он восприемником детей его. Преподобный исполнил желание доброго князя и получил от него щедрые дары для обители. Но, бегая славой человеческой, решился он удалиться в глухое место. Взяв с собою любимого ученика своего Пахомия, преподобный отправился на север, тогда малолюдный, в Вологодские леса. За три версты от Вологды преподобный полюбил уединенное место при луке, образуемой коленом реки Вологды. И здесь решился основать общежительную обитель. Владельцы места Илья и Исидор оказались такими добрыми людьми, что не только с любовью уступили ему землю свою, но даже затоптали озимые нивы свои, лишь бы только немедленно построен был храм. Жаркое усердие явилось и у граждан Вологды. Каждый спешил жертвовать преподобному, что мог, для сооружения храма. И скоро построился храм в честь Спасителя. Когда узнали о водворении преподобного в Прилуках, многие из учеников его перешли из Переиславля к любимому наставнику в Прилуке. Так составилась общежительная обитель, первая в Вологодском крае. Великий князь Дмитрий Донской, узнав о том, прислал от себя пожертвования для новой обители преподобного Дмитрия. Однажды Прилукские братья сказали игумену своему, «Мало книг у нас», – преподобный отвечал, – «Если без лености будем хвалить Бога, то довольно и обычных книг. И они, как труба Божия, поют днем и ночью. Нужна только чистота сердечная, духовная любовь и смирение». Сам он любил беседовать с Господом в молитве. Для того, чтобы не видали другие слезные молитвы его, с левой стороны алтаря пристроено было им из досок место, и здесь он молился наедине. Обитель его стояла на дороге в Великую Пермь. «Посетителей бывало много, но он никогда не оставлял молитвенного правила своего для посетителей. Не ищи не только богатства, но и достатка», – писал великий Василий Иноку. «Не ищи ни земной славы, ни земного могущества, ни излишнего телесного здоровья. не ищи никаких земных связей и ничего приходящего, а непрестанно всеми силами ищи, как повелено, Царствие Божие, то есть спасение души. «Спасение души есть самое главное дело для человека, потому день и ночь старайся устроять свое спасение». Так и поступал преподобный Дмитрий. «Не ища ничего от людей, он по правилу апостола считал себя должником пред другими только по любви, потому в обители его находили себе пищу бедняки. Иногда подавал он им пособие тайно от братьей, чтобы не возмутить покоя последних. Сам, довольствуясь только просфорою с теплой водой – таков был пост его даже в те дни, когда уставам разрешалось вкушать рыбу и вино – он обходил монастырские угодья и заботился о том, чтобы для трапезы братьей вовремя доставлялось все нужное. Одежда у него зимою и летом была одна – овчинный заскорузлый тулуп, под которым летом бывал он мокрым от жары, а зимою страдал от морозов. Но для братьей он ходил вместе с ними на работы. Для братьей принимал он подаяния от мирских, но разборчиво. Одному из мнивших быть благотворителем сказал он – отнеси назад, что принес нам, и накорми слуг и сирот крестьян, живущих у тебя, чтобы не страдали они от голода и ноготы, когда останется от того что-нибудь, принеси нашей нищете. Принесший едва мог умолить преподобного, чтобы дозволил он братьей взять что-нибудь из принесенного для благословения трудов его. Так врачевал он богатого купца и вместе предостерегал братью от участия в делах любви лицемерной, неискренней. Подвигами самоотвержения преподобный достиг высокого духовного совершенства и облегся даром прозрения. Родной брат его, не имевший счастья в торговле Переяславской, два раза приходил к нему в обитель за благословением на путь для торговли. В поганские человеки ежезовут Югра и Печора и дежежевут Чудь и Самаять. Преподобный два раза давал ему благословение, дарившее брата счастьем неожиданным. Возвратясь в первый раз, уплатил он долги свои, в другой раз стал богатым человеком. Недовольствуясь тем, пришел он в третий раз. Преподобный сказал, — Довольно, брат, можешь прожить и с тем, что приобрел? Не ходи более. Не погибнуть бы тебе от зверских людей. Брат не послушался и уже не возвратился. Ни с добычей, ни без добычи. Раз занимался он вместе с братьею на дворе монастырском работаю и, вздохнув, сказал им, — Мы, братья, строим земные тленные дела, а благоверный великий князь Дмитрий уже не печется о суетной жизни. И с того дня стал поминать великого князя Дмитрия между усопшими. Спустя несколько дней пришло известие, что великий князь скончался. И скончался в тот самый день и час, когда говорил о том святой Дмитрий. Достигнув глубокой старости и чувствуя близость кончины своей, преподобный назначил в преемнике себе ученика своего Пахомия. Братья спрашивали, где похоронить его. «Бросьте», — отвечал он, — «грешное тело мое в болото». Он уединился затем для молитв и скончался 11 февраля 1392 года. Никого не было при кончине уединенного молитвенника, но когда пришли в келью его, келья его исполнена была чудного благоухания, а он лежал, как заснувший. Благоговейные ученики похоронили тело его в храме, который построил он сам. Молитвами преподобного Дмитрия Прилуцкого «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok